Самый добрый гималайский медведь, ласковый и безобидный лев, смешные сурикаты. Такую компанию экзотических животных можно встретить не только в дикой природе. Питомцы саратовского контактного зоопарка Мадагаскар ждут в гости в торговом центре Манеж всех любителей животных. Пройти мимо не смогла и наша съемочная группа. Гималайский медведь, балу. Самый добрый гималайский медведь живет здесь, в Мадагаскаре. Каждый день он рад посетителям и своему любимому лакомству – фруктам. И готов показать все, что умеет. А сейчас самый главный трюк, самый интересный. Берем губы, берем, тихонечко, балу, язычком. Молодец! Умница! Абсолютно безобидный и дружелюбный медведь, рядом с которым даже взрослые возвращаются в беззаветное детство. Обычно зоопарк вроде в клетке и все, а это контакт близкий даже к взрослому человеку, и то прям как ребенок себя чувствует. В Мадагаскаре живут дружно абсолютно разные животные, буквально друг напротив друга – медведи и дикие кошки. Но дикие они лишь по своей природе, по характеру. Они не отличаются от домашних котят. Попроси, еще проси, хорошо, хорошо, проси, мой сладкий. Вот, молодец, бросай кусочек. Вот так. Это пума породы гагуара. Это канадская пума. Он еще маленький, весит всего лишь 30 килограмм. Когда вылез, станет большим, он будет весить 100 килограмм. Уже подрос любимец посетителей – аскольд. Некогда милый львенок с каждым днем все больше похож на африканского хищника. Но в душе все тот же игривый котенок. Заходить было страшно, да, но сейчас уже все, не страшно. Грациозная стать богиней соответствует кличке. Но характер леопарда Афины отнюдь не воинственный. К посетителям относятся с любовью. Команда выполняет беспрекословно. Может, я тоже погладить, бросить. Компания медведей в этом кошачьем царстве не так давно пополнилась молодыми медвежатами. В Мадагаскаре они обрели друзей и семью. Помимо медведей, пумы, льва и леопарда, в Мадагаскаре обитают и другие экзотические питомцы. Смешные сурикаты, любвеобильные белки-летяги, миниатюрные обезьяны, кролики и морские свинки. Все они ждут в гости своих посетителей. Животные очень адекватно себя ведут, потому что мы берем самых маленьких животных, для того, чтобы мы смогли их приручить к людям, для того, чтобы они могли адекватно на людей реагировать, не кусать их. Хищники в Мадагаскаре не только не кусаются, а еще и активно позируют перед фотоаппаратом. Здесь же в зоопарке работает фотостудия. Ведь они выросли среди людей, поэтому нахождение рядом с ними на протяжении всей съемки совершенно безопасно. А такой подарок, сделанный для своих близких, запомнится надолго. У нас работают несколько штатных фотографов, которые проведут в ту сессию по цене, доступной каждому. Это полторы тысячи, 20 минут. За эти 20 минут можно сделать более 30 уникальных фотографий. Эти фотографии – это уникальные доказательства того, что вы тут побывали. Это напоминание вам о ваших ярких, незабываемых впечатлениях. Да, ты такой милый, миленький, как ты, да. Анна Антонова, Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24.